На заседании комиссии по экономическим вопросам Касымалиев проинформировал участников о ситуации, сложившейся на кыргызско-таджикской госгранице. По его словам, таджикская сторона в очередной раз грубо нарушила Алматинскую декларацию, принятую в 1991 году, где четко было указано, что независимые государства признают и уважают территориальную целостность и нерешимость существующих границ. В повестке дня заседания было порядка 60 вопросов, в том числе, о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, о дорожной карте ЕС в рамках климатической повестки, а также о ходе формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕС в 2021 году и многие другие. К нами были инициированы вопросы введения навигационных пломб при перемещении товаров между государствами на железнодорожном транспорте, на автомобильном транспорте. Мы нашли определенную поддержку, потому что мы предлагали, чтобы и другие члены государства, если хотят присоединиться к этой нашей инициативе, мы всегда готовы. Вопрос в целом был поддержан и с учетом предложения других членов государств будет дорабатываться. Отметим, что за последние шесть месяцев внешний торговый оборот Кыргызстана с государствами-членами СНГ достиг миллиарда 790 миллионов долларов, что на 18% больше, чем в прошлом году. Ну а сейчас перед Кыргызстаном стоит задача по реализации таких стратегических проектов, как строительство Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Айена Байзакова, Елизан Руматова, Нуркамиль Асанов, Аллато, 24.